всем привет дорогие друзья из оладьи вот такая у нас погода стоит уже второй день на улице 18 градусов и сегодня мы отправляемся манавгата седэ но посмотрим испортит ли погода наши планы море бушует очень красиво но погода уже проясняется и завтра мы надеемся что будет солнце на посмотрите какая красота море просто невероятно особенно смотреть когда я стою вот здесь вот вчера был жуткий ураган волонья сильный дождь как из ведра мы попали на дымчай я даже не смогла ничего снять этот сильный дождь только в конце прошлого видео вы видели что там творилось лил как из ведра мы все промокли просто до нитки ну а сегодня мы отправляемся сюда манавгат я думаю что нам удастся посмотреть все красоты мы находимся в седэ приехали мы на автобусе но также вы можете доехать самостоятельно до манавгата и далее до седэ в описании к этому видео я оставлю ссылку на то как доехать самостоятельно зала не водопад манавгат и мы не пойдем потому что у нас мало времени но в описании к видео я также оставлю как мы с айханом есть а сейчас мы начинаем путешествие по античному городу себе первое что мы встречаем на своем пути это вот такой вот фонтан который был построен во втором веке нашей эры седэ очень красивый античный город поэтому если вы хотите узнать больше обязательно читайте сегодня очень много туристов мы отправляемся дальше здесь раньше были расположены на жилые дома эти дома построены в эллинистический период еще до византийского периода но несмотря на это здесь даже была своя канализация и по от акведука шла сюда вода была вода права а сейчас мы отправляемся в один в одной из самых интересных мест в седэ это вот в тот огромный амфитеатр недалеко вот от этих ворот есть также музей в который вы можете зайти сейчас посмотрим сколько стоит этот музей мы здесь были раньше поэтому сейчас я сюда не пойду музей открыт с 8 30 до 18 вот этот музей стоит 15 лет но мы в этот музей не пойдем в описании к видео вы увидите ссылку на то как мы были в этом музее раньше сейчас мы пойдем в амфитеатр вот такие автобусы муниципальные курсируют от автостанции бесплатные от авто станции до центра потому что есть большим автобусом сюда запрещен вот такие вот ворота виспасиана были построены в шестидесят девятом семидесятом годах нашей эры и не представляете сохранились до наших дней сегодня погода нас радует в алании шоу дождь здесь солнышко и очень-очень жарко но сейчас мы отправляемся именно вот в этот амфитеатр стоит 30 лишь но в другом видео вы можете посмотреть сейчас я быстро-быстро хочу сюда пройти вам показать обязательно конечно посетите этот амфитеатр когда будете всегда и как я уже сказала в описании к этому видео есть ссылка на большой обзор этого вот так вот выглядит этот амфитеатр изнутри те кто с нами путешествует и смотрят наш канал давно вы уже видели мы были в амфитеатре в городе демре мира он примерно такого же размера там ну а если вы хотите посмотреть самый большой и самый красивый амфитеатр конечно же вам нужно ехать на экскурсию в аспендос ну а этот амфитеатр выглядит вот таким вот образом купив билет вы можете прогуляться посмотреть как был устроен амфитеатр ну и конечно же прежде чем идти в амфитеатр обязательно почитайте для чего они предназначались и каким образом они были устроены внешний вид амфитеатров они в принципе все стандартные конечно различаются временем постройки и размером но здесь внизу располагались всегда помещение для животных для гладиаторов для актеров так далее сейчас они все закрыты мы туда пройти вниз не можем посмотреть можем только верхнюю с верхней трибуны посмотреть вниз каким образом он каким образом он выглядел но зрелище конечно удивительное очень очень красиво монументально несмотря на то что этот амфитеатр был построен несколько тысяч лет назад в общем в начале нашей а вот на таких гольфкарах здесь ездят работники муниципалитета и контролирует порядок вот так вот выглядит торговая улочка в себе где расположены различные магазины кафешки ну сувенирные лавки в общем и она ведет прям к набережной где находится знаменитый храм аполлона и прогулочные яхты с погодой нам конечно же сегодня повезло здесь вы можете увидеть традиционные турецкие дома и ну несмотря на конец октября очень много туристов и как вы видите туристы гуляют футболках джинсах это мы сегодня делись очень тепло а на самом деле погода очень хорошая и комфортная даже даже как дойдет дождик вот здесь представлена карта седе и когда вы приезжаете в седе вы попадаете на автобусную станцию вы едете из манавгата попадаете на автобусную станцию и далее по вот этой вот улице вы проходите мимо ворот здесь можно посетить музей в котором мы были амфитеатр и далее вот по этой улочке мы попадаем непосредственно храм аполлона здесь также расположена очень красивая набережная и спустя буквально полчаса хорошая погода превращается в очень дождливую и пасмурную набегает облака но мы все равно не сдаемся и идем дальше вот так вот выглядит порт себя я везли из нет на зимовку потому что для тура сейчас очень пасмур посмотрите какой ветер пальмы просто сдувает а море как бушуется красота ну а мы находимся недалеко от знаменитого и красивого храма аполлона храм аполлона был построен во втором веке нашей эры здесь все очень красиво отреставрировали и можно ходить и смотреть вот эти вот античные постройки ну и конечно же больше всего что всех сейчас завораживает это конечно же море и волны на море посмотрите какая мощь вот такой вот здесь сильный ветер но посмотрите какая красота очень много народу очень удивительная конечно погода напишите обязательно в комментариях друзья какая вам нравится погода пасмурная солнечная солнечно-пасмурная мне кажется вот только что были вот там вот огромные тучи и все эти огромные тучи куда-то испарились правда сейчас дует достаточно сильный ветер а мы идем гулять дальше вот такие вот античные руины здесь сохранились и между них можно бродить колонны в которые просто положили красота друзья просто потрясающе раньше вот это вот территория вот эта площадь была закрыта я сейчас тоже отреставрировали и вот такая вот красота сейчас здесь происходит но мы идем гулять дальше по по берегу по побережью вот так вот здесь обустроили всю территорию когда я последний раз была здесь такого не было и конечно же потрясающей красоты моря традиционные турецкие дома уже тоже отреставрированные в седе но очень классно здесь атмосфера и нравится мне сейчас намного больше чем прошлые разы когда я приезжал а здесь находится пляж седе он небольшой по моему он находится прям здесь а нет да 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 сейчас я вам покажу конечно же народу на пляже нет такую погоду просто лежаки поставили на выступ и весь пляж заливает водой но волна не сильные а вот одна из не популярных улиц по которой ходит мало туристов но именно она ведет комфетеатру мы уже возвращаемся обратно вот так вот друзья мы заканчиваем с вами путешествие по античному седе когда вы будете в алании обязательно приезжайте седе хотя бы на один день ну и одновременно можете захватить манавгат видео в описании можете посмотреть как ехать из алании на каком автобусе в общем все есть подробно ну а на сегодня я с вами прощаюсь с того же место где мы с вами начали вот у этого античного прекрасного фонтана надеюсь вам понравилось это видео всем всего хорошего пока пока и добро пожаловать в турцию и как по скриптам хочу вам показать увидела вот этот вот бесплатный автобус который везет вас с автовокзала в седе прям до центра города он бесплатный поэтому ходит он очень часто каждые 10 минут и на нем вы можете доехать туда и обратно чтобы не идти пешком а